Приближающийся день защитника Отечества, учащийся седьмой школы поселка Степнова, Славянского района, встретили не совсем обычно. У них состоялся спортивный праздник под названием «Вперед мальчишки». И в этом как бы нет ничего особенного, если бы на этот праздник не приехали уважаемые гости. Подробности в нашем репортаже. Седьмая школа отличается бережным отношением к сохранению традиций и большим вниманием к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Завершение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и приближающийся день защитника Отечества в школе решили отметить веселыми стартами, спортивным праздником, на который прибыли первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и глава Славинского района Роман Синеговский. Александр Чуприян, выпускник этой школы, отучился здесь 8 лет и до сих пор хорошо помнит тот день, 1 сентября, когда он с огромным букетом цветов впервые переступил порог седьмой школы. Время шло, все изменяется, вы взрослеете и мы взрослели. Отслужив в армии, я оказался в системе МЧС России. И вот служу и считаю, что это самое лучшее министерство в стране, самое гуманное, самое доброе. Затем ребята приняли участие в спортивной программе. В эстафетах, которые сменяли одна другую, нужно было продемонстрировать свои лучшие качества. Ловкость, быстроту, силу, умение работать с мячом, а самое главное, взаимовыручку, слаженность и командный дух. Участники состязаний очень старались, их горячо поддерживали болельщицы. После подведения итогов призеры были награждены медалями, причем из рук генерала Александра Чуприяна. На этом приятные сюрпризы этого дня для школьников не закончились. Сотрудники МЧС и противопожарной службы пожарной части по охране города Славянска на Кубани прибыли в школу не с пустыми руками. Они привезли свою технику, современные пожарные машины, которые могут работать в сложных условиях, в том числе и тушить пожары в высотных домах. Восхищенным ребятам показали, как оперативно подавляется очаг возгорания, продемонстрировали работу специального оборудования. И еще школьники смогли сами попробовать себя в роли пожарных, примерить теплостойкие костюмы, побывать в спецтранспорте и даже поработать с брандспойтом. Я действительно здесь 8 лет проучился и вместе с командами мысленно пробежал и с мячом футбольным, и на лыжах, как они устроили. Вместе я и здесь с пожарной техникой. МЧС России, мне кажется, это самая интегрированная служба в народ, в население. Поэтому это наше будущее поколение и это те, кто придет нам на смену. Достойным завершением праздника стал вкусный обед. Пожарные угостили ребят горячей кашей из настоящей полевой кухни. Мне очень понравилось, как нам рассказывали про пожарное оборудование. И очень была вкусная каша. Мы вместе с друзьями с радостью ели ее. Мне очень понравились наши конкурсы, их было очень много, и мы заняли второе место. Мне очень понравилась пожарная техника тем, что ее было очень много. Этот день мне запомнится надолго. Ведь мы участвовали в конкурсах, видели много оборудования. И было очень-очень весело, потому что наши мальчики очень старались выиграть в конкурсах. Все радовались и смеялись. Думается, этот день ребятам запомнится надолго. В самом деле, разве так часто в гости к школьникам приезжает настоящая пожарная часть, и генерал вручает медали за спортивные победы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».